Итак, следующий гость нашего фестиваля, его зовут Павел Пиковский, лидер группы Хьюга, там лауреат многочисленных конкурсов, там это все понятно. Но интереснее всего, как мы с ним познакомились. Приезжаем, значит, мы на фестиваль «Романский родник» с Аленой, он там сидит за ним, поставили палатку, как там что-то сделали, лазим из палатки, слышим издалека голос, ну вот явно не для Бардовского фестиваля, он там берет какие-то ноты, такой вот высокий, красивый. Мы такие прислушались, кто поеду, говорю, я не знаю, кто поеду. А, вот этот невзрачный мужичонка. А мы вообще... Она сказала, высокий, красивый. Ладно, проходит фестиваль, мы этого голоса больше почему-то не слышим. И вот на гала-концерте, уже который проходил в городе, то есть в Воронеже, в филармонии, выходит Паша Пиковский и поет. И мы понимаем, что это тот голос, за которым мы шли весь фестиваль. В общем, Паша Пиковский. Добрый день, дорогие друзья. Очень приятно вновь вас увидеть. Со вчерашнего дня прошло не так много времени. Спасибо большое за такое представление, за конферанс. Конечно, после Саши Щербина выступать очень тяжело, потому что это... Вот знаете, как у Довлатова было такое определение? Толпа из одного человека. Вот Саша Щербина — это такой знойный бразильский карнавал, кубинский, из одного человека. Как он здесь зажигал... Как он здесь оказался? Как он здесь оказался, я вообще не понимаю. Но это приятная встреча. Мне всегда очень радостно. Вообще со всеми, кто принимает участие, кто в жюри, много знакомых. Замечательный фестиваль. Надеюсь, что наши встречи будут происходить с завидной регулярностью. Ну что, у нас не так-то много времени, в смысле, вот для того, чтобы попеть песен. Поэтому я буду вас знакомить совсем подряд понемножку. Радость моя, не плачь, слезы свои утри. Радость моя, не плачь, не плачь, не плачь, не плачь, не плачь. Ты радость моя, пойми, мой город стал слишком мал. В нем тонет огромный мир, а под проливным дождем все пропадет со мной. Мой поезд стоит и ждет, чтоб нас увезти домой. Какая глупая жизнь стоит стакан на столе. Я очень сильно встал, я прожил три сотни лет. Сегодня все, как вчера, все даже злая игра. Лети, 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 лепесток, свою дорогу люби. Люби свой тайный восток, люби уранный Сибирь. Лети во тьму и на свет, куда, где нас больше нет. Лети, 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 лети. Радость моя, очнись, жизнь это только сон. Ты слышишь, в сырой ночи, крутится колесо. А я на твою куплет. И стыдутся паруса. Радость моя, привет. Встречная волоса. Какая глупая жизнь стоит стакан на столе. Я очень сильно встал, устал ходить по земле. Сегодня все, как вчера, все даже злая игра. Лети, лети, лепесток, свою дорогу люби. Люби свой тайный восток, люби уранный Сибирь. Лети во тьму и на свет, туда, где нос больше нет. Лети, лети, лети. Радость моя, не плачь. Слезы свои внутри. Лети, лети. Лети, лети. Лети, лети. За ветер в поле, пепел в хате, И за зенит, и за спартак. За дрожь и страх отхватит хилый, А сильный выхватит вдвойне, За веру в собственные силы На необъявленной войне. И никому уже не нужен Подляск, мечей, кольчуг и сбруй, Проворовавшийся чинуша Отхватит мама негорёй. Отхватит сеятели веры, Отхватит все злорадный смех, Купцы, скопцы, лицемеры, А также те, кто против всех, Ну и в особенном порядке, Господь, запаливай мангал, Отхватит тот, кто жил на взятке, И тот, кто взятки предлагал. Отхватит спамеры и боты, И .ру, и .ком, и тот, кто в жизни не работал, И тот, кто вечно за станком, Я не стараюсь быть жестоким, Диагноз свойственен врачу, Когда-нибудь за эти строки Я сам, конечно, отхвачу. Отхватит день бельхомоватый На костролищах боевых, И либерал, и консерватор, И тот, кто стравливает их, Отхватит. Будь уверен, дружи, Так провидение говорит, Что каждый будет обнаружен, Показан, выслежен, раскрыт. Мы будем знать, кидаясь в омут, Варясь в израненном борще, Отхват грозит всему живому, Без исключения. Вообще. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Путь к вершине мира, Трудерный долг, Время хороший врач, Но хреновый косметолог, Милая, в углах твоей сбы Притаился под сном. Я не могу тебе помочь, Здесь каждый сам себе режиссер. Я думал, жизнь последствия принятия мекстуры, Но все твои картины Оказались списаны с натуры, Утренние новости Сразу у тебя в голове. Если у тебя нет женщины, Значит, у кого-то их две. Города и числа ниже ты в счет, В ближайший камень вода не течет. Стучи в ворот, и тебе отопрут, Ты знаешь, с помагом твоей Завелся царь водокрут. Труб, зови косяк и раскурь трубку мира, Я хочу увидеть, как сгорает трубку мира. Он долго нам служил, Теперь ему пора на покой. Я думал, он велик, Оказалось, он совсем не такой. Пока мы разжигали войну в своей постели, Здоровый дух курил в моем здоровом теле, Я знал, что панцифисту Никогда не научиться стрелять. Войну я вышел из окна И пошел погулять. Города и числа ниже ты в счет, Под ближайший камень вода не течет. Стучи в ворот, и тебе отопрут, Ты знаешь, по-моему, в твоей реке завелся Царь водокрут. 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 Спасибо большое. В минувшем 2018 году я впервые попробовал себя в роли автора музыки. Вот у нас есть такая номинация в конкурсе, и некоторые участники приходили, именно номинировались вот в эту сторону, как композиторы. Я могу сказать абсолютно честно, что это очень сложная задача, и, возможно, даже сложнее, чем просто написать песню с нуля всю. Потому что стихотворный авторский текст, как правило, уже имеет заложенную внутри семантику правильную, гармонию, органику, и поэтому основной задачей автоматически становится не испортить. То есть если ты эти стихи видишь как песню автоматически, главная задача становится не испортить. Я очень надеюсь, что эти стихи Дмитрия Львовича Быкова, которые изначально были просто стихотворным текстом, который я декламировал, транслировал на протяжении последних нескольких лет при любом удобном случае всем хорошим людям, что эти стихи я не испортил, потому что песня эта получилась не специальна. Я не ставил себе такой задачи написать музыку. Просто сошлись вот, как это называется, да, сошлись слова и музыка, и вот получилась песня. А мы ему желаем скорейшего выздоровления. Он сейчас болеет, и мы надеемся, что все у него будет хорошо. Хорошо бродить по дворам Москвы, где тебя не ждут, где сгребают кучи сухой листвы, но еще не жгут. Не держа обид, не прося тепла, обожди отсрочи. Золотая осень уже прошла, холодает в ночь. Миноват задумчиво парушком, или хоть одну. Хорошо бы кто-то играл в футбол, или хоть войну. Золотистый день, золотистый свет, пополудни шесть. Ничего бы кажется лучше, нет, а, впрочем, есть. Хорошо в такой золотой Москве, в золотой листве, Потерять работу лучше две, или сразу все. Это грустно в дождь, это страшно в снег. А в такой-то час, хорошо уйти и оставить всех. Выживать без вас, и пускай галдят, набирая прыть, Обсуждая месть. Ничего свободней не может быть, а, впрочем, есть. Уж чего бы лучше в такой Москве, после стольких нег, Потерять тебя, потерять совсем, потерять навек. Чтобы общий рай не тащить с собой, не вести хотя. На раздрай, на панику, на убой. Вообще в октябре растерять тебя, как листву и цвет, А трясти, отсвесть. До чего бы сладко пройти маршрут, без слез, без фраз, Никому не сказав, что проходишь тут. В последний раз, что на завтра вылет, прости, прощай. Чемодан, вокзал, доживай, как хочешь, роди мне край. Я все сказал, упивайся гнилью, тони в снегу, Отдам врагу, больше радости выдумать не могу. Больше радости выдумать не могу. А нет, могу. Хорошо б раздав и любовь, и город, и стыд, и труд, Умереть за час до того, как холод сползет на труд, До того, как в страхе затмится разум, Утрется честь, чтоб на пике счастья лишиться разума Всего, что есть, и оставить прочим дожди и гнилость, Распад и гнусь. Но боюсь представить такую милость. Но боюсь представить такую милость. Просить боюсь. Распад и гнилость. Распад и гнилость. Распад и гнилость. Хорошо бродить Хорошо бродить Хорошо бродить Еще одна песня Ну, друзья, а вот я не знаю, кстати, мы поем сегодня на галконцерте, да? А сколько мы поем? По одной тоже Вы знаете, я вам тогда вот что Я сейчас спою вам еще одну свою песню, а на галконцерте я вам спою романтику Мне очень хочется вам еще роман спеть, ладно? Вы же придете на галконцерт? Нет Отлично Ну, а я не могу не исполнить просьбу моих друзей Не спеть песню, которая называется «Чаечья» Многие задают вопрос, что это за слово такое странное Ну, принадлежащее кому? Чаечья Чаечья Песня Чаечья Я иду по дороге, сливаясь с неверной толпой Я четвертые сутки не сплю Я глазами ловлю небеса Словно к ветру любви прикоснулся А вчера я заметил, что в Огнинске кончился дождь Город вышел глазами на свет И от всех сигарет прикурил Огнинск спал и внезапно проснулся Ветер носит свеки шум моторов Ветер носит свеки шум моторов Резкий крик разобежен и ручает Скорблый луна, от которых Нам став дым мой друг полегчает И не важно, что днева или вода И плевать человек или птицы Важно то, что уехав на долго Нужно вовремя нам возвратиться Я пришел в этот мир Ежегодно балдеть от весны Поглазеть на людские тела На явление тепла И еще на снегах, что ко времени тают А шести миллиардам опять не хватает войны Не хватает пшена крови Не хватает любви по ночам Ничего еще не хватает Время раны, конечно, затянет Перепутает сказки и пыль Но когда нас с тобой не стали гнить Я хочу, чтобы нас не забыли Милый друг, ты серьезен и соком Что важнее победителя старца Ты родился блаженным и добрым Значит, должен таким и остаться Я хочу, чтобы нас не забыли Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо большое за встречу!